Значит, обязательно представьте, какой стебель, есть ли листочки у вашего цветка, есть ли корневая система. Возможно, ваш цветок он настольный, возможно, ваш цветок, допустим, в вазе, или кто-то может быть, я так вот вам варианты накидываю, или, может быть, кто-то держит в руках ваш цветок, может быть, он в большом, огромном, напольном горшке. То есть сейчас вот варианты я просто вам накидываю, чтобы помочь вам представить вот этот вот самый цветок. А, возможно, ваш цветок растет где-то в ухоженной человеком клумбе, а, может быть, это какие-то луга, чаша, а, может быть, ваш цветок где-то растет в лесу, а, может быть, и в горах. Постарайтесь как более подробнее, красочнее, детально представить свой цветок, каким вы его себе видите. Хорошо. И смотрите, друзья, какой у нас с вами будет следующий шаг. Вот следующий шаг нам сейчас с вами нужно будет. Постараться представить, что вы превращаетесь в части этого цветка. Ну, а, конечно, логично будет, если у нас с вами бутон будет выполнять роль головы, да, стебель это будет наше с вами тело. И, возможно, у вашего цветка есть лепесточки. А, возможно, ваши лепесточки, они как бы отсутствуют, и есть только стебель. Если, допустим, ваш цветок, ну, допустим, вы его не представили где-то в космосе, может быть, он у вас где-то левитирует, если все-таки у вашего цветка есть корень, и он растет, то представьте и этот корень. И, конечно, корнем у нас что могут послужить? Это наши с вами ноги, да? А листва, которые на стебле, они могут представлять наши руки. Скажите, пожалуйста, вот дайте мне сейчас обратную связь, если есть такая возможность, получилось ли представить этот цветок и отождествиться с этим цветком. У нас сейчас все это проходит в таком тестовом режиме. Мы сейчас с вами будем осознавать, насколько мы с нашими четырьмя стихиями находимся в гармонии. И чуть позже будет понятно, для чего мы с вами все это делаем. Все равно нет. Так, пока у нас пишут, мы подождем. Да, я ромашка, пишут. Замечательно, получилось, Гульнара. Замечательно. Я луговой колокольчик. Отлично. Смотрите, друзья, получилось, Яна пишет. Смотрите, друзья, если у нас с вами все получилось, я очень рада, что хорошо с нашим воображением. И он... Друзья, у меня знаете теперь сейчас какая к вам просьба? Вы, пожалуйста, сейчас задайте себе вопрос, насколько вам комфортно ощущать таким цветком. И вот прочувствуйте, что чувствуют все части вашего тела. Удовлетворены ли ваши части тела совмещением с цветком? Если, предположим, вы представили стебель. Я буду разные варианты хорошо накидывать. Если, предположим, вы представили стебель, и у вашего стебля, у вашего цветка нет листвы. Ну, может быть, как-то руки вдоль стебля. Если вы, допустим, представили цветок, который посажен у вас в вазе, или просто в водичке, или просто в воде, в вазе, вот прочувствуйте все пропорции, которые вы сейчас себе представили. Какой бутон? Может быть, кто-то представил цветок в виде одного огромного большого бутона, и больше ничего никто не видит. И мы сейчас на небольшую такую паузу поставим наше с вами представление, и сейчас остановимся. И я нам, в принципе, сейчас расскажу, что все это означает. Вот смотрите, ребят, то, что у нас с вами бутон – это голова, и стебель – это, естественно, наше тело, и листва. Если вы представили листву, а листва, вот в нашем данном тесте, они соответствуют вот таким стихиям, как воздух и огонь. И смотрите, ребят, какую функцию у нас выполняют листочки в цветках? Какую функцию? Нет звука, нет звука, звук есть. К сожалению, у Светланы нет звука. У цветка важную функцию выполняют листья, да, это дыхание. Руки, да, это руки, отлично. Если у вашего цветка была листва – это руки, а листва у нас выполняют согласно стихии, которая соответствует воздуху, то есть это дыхание и это фотосинтез. И вот смотрите, ребят, это две горячие стихии. Горячая стихия – это огонь и воздух. И за счет взаимодействия этих двух стихий происходит фотосинтез и дыхание. И благодаря вот этим всех химическим реакциям, мы, конечно, сейчас об этом не будем говорить, благодаря вот этим всем реакциям происходит что? Происходит то, что наш цветок, все питательные вещества, они спускаются вплоть до корня, то есть питают весь стебель, всю листву, бутон. И вот сейчас самое время обратить внимание на вашу листву, насколько она у вас обильная, насколько она у вас зеленая и достаточно ли вам вот этой листвы для вашего с вами цветка. И смотрите, ребят, следующая у нас, значит, корневая система, она будет соответствовать следующим двум стихиям. Это стихия земли и воды. Ну, а какую функцию у нас с вами выполняет корневая система у цветков? Это питание, да? Это то, что подземные воды и минеральные вещества. И, конечно, как в таком тестовом режиме мы можем для себя сейчас определить, есть ли у вашего цветка корни. И сейчас на что нужно будет обратить внимание? Если есть корни, то они какие? Да? И достаточно ли хорошо развита ваша корневая система, чтобы вы могли питать все ваше тело? И вообще бытует такое мнение, что корни – это огромная связь с родом. И вы знаете, мы можем поразбирать вот цветы, у кого какие были, если, допустим, если ваш цветок, он без корневой системы. То есть, в принципе, возможно, нарушена или оборвана, или обрезана связь со своим родом. Корни есть, очень мощные. Вы знаете, в Мексике оказывается символ жизни, он изображается символично деревом, и у дерева обязательно должны быть такие равноценные как корневая система, так и крона. И я помню, когда мы были на тренинге у Султана в Москве, она тогда давала такую интересную школу, что, допустим, если ваше дерево имеет огромную корневую такую систему, то вы очень сильно духовный человек, но очень слабо развитая, допустим, крона, то тогда человек не сильно заточен под материальное. А если, допустим, очень большая крона и небольшая корневая система, то человека интересует очень сильно, то человеку очень сильно интересует материальная часть, да, и он не сильно развит духовно. Вот поэтому в тестовом таком режиме нам сейчас нужно, чтобы вы обратили внимание, То, как выглядит ваш цветок. Смотрите, если, допустим, ваш цветок без корневой системы, и он, например, в воде, и, конечно, этот цветок, по вашим ощущениям, он будет нуждаться в постоянном в уходе, чтобы вовремя сменили воду, чтобы, допустим, добавили какие-то минеральные вещества, чтобы вашему цветку было хорошо. То есть ваш цветок нуждается в таком, я бы сказала, знаете, в очень частом, в очень сильном внешнем уходе. Вы знаете, есть такие люди, кому нужна, допустим, очень сильная такая внешняя мотивация, то их нужно постоянно мотивировать. Вот. Но мы все-таки с вами говорим о целостности. И в чем же целостность? Смотрите, ребят, вот следующий шаг, следующий шаг, я предлагаю сделать вот такую, ага, мята, отлично, Валентина. Вот смотрите, следующий шаг, я предлагаю, знаете, что сделать? Сделать такую трансформацию. Что так, какую трансформацию нам сейчас сделать? Смотрите, друзья, мы с вами все вольные, да, и мы можем прямо сейчас трансформировать наш с вами цветок, перенести туда, куда бы вы хотели. Если, предположим, вот вы ощущаете, да, что по вашим ощущениям, вашему цветку нужно больше света, тогда вы можете перенестись в ту часть, в ту часть, где освещена и где будет очень много солнца. Может быть, та часть земли, где растет ваш цветок, она суховата, то тогда вы можете себе представить, значит, ну, такую более плодородную землю, где вашему цветку было бы очень комфортно. Это называется такая динамическая медитация. И, ну, смотрите, ребят, если, допустим, признаки здоровья, признаки здоровья, когда все части вашего цветка, они пропорциональны. Если, допустим, на что нужно будет обратить внимание? Если у того цветка, который вы представили, например, огромный-огромный бутон, и тогда задайте вопрос, достаточно ли у вашего стебля, у вашей корневой системы, чтобы питать вот такой большой бутон? Знаете, есть такое понятие, как очень много думать не всегда бывает правильно, а бывает правильно думать эффективно. И вот большой бутон – это большие-большие мысли, и тогда себе можно задать вопрос, если кто-то представил очень большой бутон. И если у вас диспропорция такая идет, то тогда, может быть, сделать какой-то вывод по поводу вашей мыслительной деятельности. Может быть, они должны быть более эффективны, им должно быть больше действий. Если, предположим, вы чувствуете, что ваш стебель, он ломкий, и он может в любое время, допустим, есть такое ощущение, что он может в любое время надломаться, то, значит, вашему стеблю будет не хватать стихии воды. Если, допустим, ваш стебель очень-очень гибкий и нужна в большей плотности, то тогда нужна будет стихия земли, минеральных веществ, да, нужно. И скажите, пожалуйста, вот, может быть, кто-то может, у орхидеи много цветов, это как понять? Вы знаете, мы вначале попросили, Вера, чтобы мы сейчас взяли на примере одного цветка, ну, чтобы один бутон, он соответствовал одной голове. Вот, поэтому, если есть такая возможность, вы можете орхидею представить, ну, пусть это будет в качестве одного вашего цветка. И сейчас, знаете, я вам посоветую, очень много таких красивых техник есть, и медитация с сакурой, да, когда вы можете медитировать вот этой медитацией, и тогда происходит динамическая методика. Смотрите, когда динамическая медитация происходит, что тогда происходит в нашем сознании? Мы приходим с вами к целостному состоянию. Если, предположим, мы поняли, что у нас не всегда развита дыхательная система, не все хорошо с листвой, а дыхательная система, она отвечает, как мы с вами знаем, за сердечно-сосудистую систему, да, за медитацию систему, то что для сердечной системы нужно? Хорошие дыхательные гимнастики, да, техники. Я хочу сказать, что вот, допустим, есть такая теория по меридианам. Вот с 11 часов дня до часу активный меридиан сердечной системы, когда очень эффективно вот в это самое время выполнять, ну, какие-то дыхательные практики. Они будут очень эффективно развивать и в поддержке вашей сердечно-сосудистой системы. Вот. И вот эта вот медитация динамическая, она, возможно, вам не сразу будет давать результат, но для меня она, знаете, служит как таким очень быстрым тестом, то есть я понимаю, где, с какой стихией я сейчас гармонична или какой стихии сейчас у меня недостаточно. И тогда, ну, как у нас Наталья Шивелла говорит, вы можете всегда, вы не дерево, вы можете переместись. А вот в нашем случае мы с вами можем перенестись в любое то место и включать как можно больше воображения и перемещаться в то место, где нашему цветку будет комфортно, красиво, целостно развиваться. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, у кого сейчас получилось данное упражнение и у кого получилось вот выполнить вот такую динамическую медитацию. И если нам Диана позволит, может быть, мы кому-то дадим слово, ну, хотелось бы получить такую обратную связь. Алло, меня слышно? Ага, это правда, у меня большой бутон и мало действий. Большой бутон. Да, Яна, здесь вот вы пишете, у меня большой бутон и мало действий. То есть вы тут четко... Яна, я могу дать кому-то слово, если кто-то хочет, я могу дать слово. Да, мы можем вот пообщаться сейчас и дать друг другу... Пусть напишет, кто хочет, я дам слово. Я поняла, здесь такая техника, да? Да. Ну вот у нас Яна пишет, что большой бутон и мало действий. Яна? Угу. Яна такая у нас. Сейчас, секундочку. Мне просто их найти в списке потом нужно. Яна. Да, да, а... Угу. Яна. Так, сейчас я не дам телефончик. Да, если есть желание вот дать обратную связь, то будет очень хорошо. Да, Яна, берите трубочку. Мой бутон крепкий, ветвистый, корень мощный. Угу. Яна, можете говорить. Ноги мерзнут. Ага. Вот здесь вот можно сейчас пообщаться. Яна. Да, Яна на связи. Яна. Здравствуйте, Яна. Здравствуйте, здравствуйте. Поделитесь. Я не знаю, как связь, я просто с телефона, как хорошо меня слышно. Хорошо, слышно хорошо. У меня получилось полностью погрузиться в эту медитацию, потому что я и до этого, и сейчас занимаюсь медитациями, поэтому я немножко понимаю, как это сделать. И у меня получилось сразу с первых слов, у меня в воображении представился цветок аморилис. Если кто-то знает, как он выглядит, но он растет в горшке, у него толстый стебель, высокий просто, а листва снизу у него просто два листика длинных таких. И сверху один, он когда расцветает, у него один цветок, такой крупный большой бутон. И я прям прочувствовала, вот когда вы говорили, вот рассказывали там, как представить, я прям прочувствовала мощь, вот ну что, ну он питательный, ему достаточно силы на все. Но вот корневая система, она, конечно, есть, и ее вроде бы как бы достаточно для питания этого цветка, но все равно где-то ему мало места. То есть в корневой системе, то есть в этом горшке очень мало места. И в нашей просьбе перенести, есть желание перенести свой цветок там, где было бы ему достаточно места? Да, да, более света, вот мне показалось вот так вот, что ему более света не хватало, и вот хотелось бы побольше вот места, пересадить его в побольше горшок, потому что, ну, маленькая емкость для него была. Вот то, что мало действий, да, вот мыслить на самом деле, очень много мыслей в голове, которые, ну, я как бы себе представляю, что я могу и то, и то, и то, и так могу, ну, очень много могу всего сделать, но при том всем, когда приходит до дела, так, ну, все, я теряюсь и практически ничего не делаю. То есть действий на самом деле очень мало, и никак не могу вот с этим справиться. Яна, спасибо огромное за то, что вы так откровенны, так открыты и честны с нами. Смотрите, что я хочу сказать. У вас огромный ресурс, и в вашем случае вам нужно просто раздвигать просторы. Вам очень сильно нужно, и географически причем. Если переносить это на бизнес, то получается, что вам сейчас нужно, и вот, кстати, очень уместно раздвинуть географию, и сегодня это о работе, которая идет в интернете. То есть у вас есть ресурсы на это, да, единственное, что вам нужно, это просто нужно раздвинуть просторы, а раздвинуть просторы, это что может позволить? Это работа в интернете, я вам честно говорю. Спасибо большое. Ну, я сейчас стараюсь над этим работать уже, так как у нас в такой ситуации оказались, что вот закрыты дома. И до этого момента, как я для себя этот карантин, как бы он для меня в пользу наоборот пошел, потому что когда было вот, ну, не было карантина, все время не хватает времени ни на что. Некогда, 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 там все время в бегах, нету времени. А сейчас вот на самом деле, когда вот сижу дома, и пришло осознание, что да, вот, вот это время пришло, именно для интернета, для онлайна, для онлайн-развития. Ну, до этого не было времени онлайн развиваться, а сейчас на самом деле, то есть, ну, даже не знаю, как правильно сказать, что хочется делать всего много, но не понимаю, как правильно, из чего начинать. Ну, как бы вроде бы начинаю какие-то действия производить, но пока без результата. Ну, верю и надеюсь, что все получится. Ну, ваш сегодняшний цветок, он доказывает, он вам доказывает и рассказывает, это ваш цветок, это ваше ресурсное состояние, и оно вам показало, насколько вы в каком ресурсе. И все, что вас сейчас сдерживает, это просто такая небольшая граница, граница вашего горшка, которую вы сейчас, вы вольны, помните, мы проговаривали, вы вольны, сейчас убрать. Спасибо, Яна, огромное. И почему... Вам спасибо большое. Для меня это очень полезно было, очень. Спасибо, дорогая. Ну, сегодня здесь те, кому правда это интересно и нужно, что-то, может быть, кто-то для себя вынес. Смотрите, друзья, когда... Почему мы сейчас говорим о гармонии? Это когда холодные энергии, к которым относятся земля и вода, когда мы их поднимаем по корневой системе, и когда горячую энергию спускаем от головы через листья, и она у нас генерируется в нашем энергетическом центре, и тогда все четыре стихии с нами взаимодействуют. А поскольку мы дитя природы, и наша задача жить в гармонии и вернуться к себе, к своим внутренним ресурсам. Вот. Хорошо. И вот что я сейчас вам хочу сказать. Вот все, что сейчас происходит, кстати, происходит вот со стороны нашего основателя Майкла, со стороны наших лидеров. То есть горячая энергия сейчас спускается к нам. Очень много идет вебинар. И сейчас мы с вами как бы находимся в таком большом принятии, происходит такая интеграция взаимодействия всех четырех стихий. И это, кстати, будет очень гармонично, но влиять и на нашу с вами ценность и целостность. И, знаете, это будет давать такое глубокое понимание вообще, чем мы с вами занимаемся. И хочу сказать, что вот эта вот техника, она очень хорошо развивает процессы визуализации и воображения. А как ни крути на любой нам школе, особенно если это касается школы мечты и цель, что нам скажут ребята, научитесь представлять, визуализировать свою цель. Вот. Есть кто-то, может быть, кто хочет дать обратную связь и пообщаться еще? Диана, нам позволяет время? Да, конечно, конечно, можно. Так, Наталья пишет, мой пион был одинокий в прекрасной широкой степи и другая картинка возле моря, и он красиво и удобно там смотрелся. То есть у Натальи я бы сказала, что да, произошла такая динамическая медитация, когда добавилась стихия воды, и красиво и удобно смотрелся. Главное, чтобы это состояние для вас было ресурсным. Ну, вы знаете, когда я изучала эту тему, для меня, конечно, было еще таким и открытием, что денежный квадрант по Роберту Киосаки, он тоже составлен в соответствии с четырем стихиям. Вот. Ими, расскажи немножко об этом квадранте. Как он составлен? Вот смотрите, это, значит, учение Гиппократа, это четыре стихии. Мы их сейчас, значит, напомним. Первый квадрант, он какой у нас? Это люди, которые у нас работают по найму, да? Это люди, которым нужен нормированный рабочий день, это люди, которым нужно дать определенное задание, да? И чтобы это задание было выполнено, и самое главное, чтобы мы проверили, как выполнено это задание. Вот к этой стихии, эта стихия земля относится сангвиники. Ой, простите, ребята, меланхолики. Простите. Первый квадрат – это меланхолики у нас. Стихия. Доминирует стихия земля. Сейчас, ребят, единственное, да, чтобы я вас... Да, это меланхолики. Значит, второй денежный квадрат – это кто люди? Это люди, которые обладают такими хорошими организаторскими способностями, да? Они организуют, ну, я бы сказала, свое маленькое дело, малый бизнес. Они организовывают какие-то коллективы, и, как правило, это люди, которые относятся к стихии огонь – это холерики. Это люди, которые будут предпочитать работать, как они говорят, на себя. То есть вот здесь вот уже работа на руководителя будет им... Для них несносно она будет. Это у нас холерики. Третий день, третий квадрат. К нему относятся сангвиники. Это стихия воздух. Это такие креативщики, изобретатели. Если, допустим, они видят ручной труд, то они обязательно придумают что-то, чтобы вот этот процесс был автоматизирован. И они, конечно, свою идею на рынке будут продавать дорого. Вот. Это сангвиники. И четвертый у нас, значит, там, где у нас с вами инвесторы. К инвесторам у нас относятся флегматики. Это стихия воды. Там, где, собственно, торговля уже идет деньгами. Это инвесторы. И это люди, которые наработали в свое время капитал. Это люди, которые думают, куда вложить, во что вложить. И им есть что вкладывать. И это флегматики. Это такие дальновидные люди. Вот. И для меня это, конечно, было тоже большим открытием, что даже денежный квадрант, он был составлен на основе вот этих в изучении четырех стихий. Вот. Ну, а что еще? Очень важно, чтобы о целостности, да, когда речь идет, чтобы мы могли вообще в себе все эти четыре стихи одновременно интегрировать. Чтобы мы могли взаимодействовать с каждой из стихий. И тогда наша жизнь будет целостной. И тогда, вы знаете, вот в эти трудные времена, ну, мы же говорим, что очень важно сейчас в кризисное время, в переводе с китайского иероглифа, осторожность и возможность. Очень важно сейчас уметь быстро переключиться, адаптироваться и измениться к новым переменам. Вот. И, конечно, те люди, которые из денежного квадранта, люди, которые у нас относятся к меланхоликам, это люди, которые могут там работать по найму. Поэтому, если люди могут организовать какое-то дело, если люди могут придумать какие-то идеи, заработать капитал, то это, конечно, вот эти все четыре стихии, они интегрированы в человеке. Вот. И, собственно говоря, что я сейчас хочу сказать, Диана, что сейчас у нас вот этот вот огромный процесс, который лидеры сейчас для нас проводят, вот сейчас идет вот именно гармонизация работы вот всех этих четырех стихий. Вот. И поэтому, я бы сказала, такая классная движуха началась, когда идет обмен знаниями, когда люди получают новые знания, и вот эти все четыре стихии, они задействованы. Вот. Ну, что я хочу сказать, что для меня, для меня кризис, как сегодня Ками говорила, ребята, какие плюсы из него. Вот для меня это плюс, что я начала изучать новую тему, она мне сегодня интересна, я иду дальше. Вот. И я могу это использовать в команде, мы это будем использовать. Я вообще большой любитель проведения тренингов. Вот. Мы со своей командой часто проводим тренинги на командообразование. Вот сейчас уже, ну, пока еще прохладно, у нас пока прохладно, но уже запрос с команды был, чтобы я приехала, и мы в очередной раз. Как они говорят, что, чтобы нас обязательно где-то в лесу. Смотрите, вот что люди говорят, давай в лесу разведем огонь, то есть на земле, солнце. И люди неосознанно хотят быть в гармонии вот с этими четырьмя стихиями. Когда мы в лесу провели, разводили огонь, где было много солнца, где было много воздуха, вот все четыре стихии. У нас будет абсолютно такой классный прорыв. Вот. И мы это в команде очень сильно используем. Пожалуй, вот, Дианочка, у меня, наверное, все. Ильмира, а скажи, пожалуйста, как вот мы сейчас, сидя вот дома, как мы можем использовать эти стихии вот сейчас для себя, для гармонизации, для того, чтобы у нас ресурс был? Каким образом мы можем сейчас, вот сидя в четырех стенах, это сделать? Вот. Что бы ты порекомендовала? Вот смотрите, сидя в четырех стенах. Что я хочу сказать? Вот мы проговорили. Если, например, вот быстренько, раз, сразу, вот чувствуешь, что у тебя что-то не то, быстренько представила цветок. Вот он в тестовом таком режиме. Посмотри, что с твоим цветком. Если ты увидела, что у тебя не все хорошо, вот огромный бутон. Так, значит, я думаю прямо слишком много, но неэффективно. Что я могу сделать? Это значит поймать себя за хвост. Правильно? Вот, Диана, вы сейчас со мной согласны или нет? Да, да. Вот это как психологи говорят, поймать себя за хвост. Смотри, если ты чувствуешь, что у тебя вообще у твоего столько стебель и нет рук, то это значит не все хорошо с сердечно-сосудистой системой. А вот смотрите, сердце, оно работает во взаимодействии, ну, в паре с тонким кишечником. И если с сердечной системой не все хорошо, а эмоция радости, за которую отвечает сердце, то тогда что? С 11 до часу классно встать и начать делать какую-то динамическую дыхательную технику. Вот мы что сейчас говорим? Здоровом теле, здоровый дух. Согласны? Ну, и можно наоборот. Что, это наоборот? Если здоровый дух, то здоровое тело. Ну, можно, согласна, согласна. Кстати, да, если здоровый дух, здоровое тело. Вот, поэтому, смотрите, сидя дома, понятно, что у кого-то 4 стены, и понятно, что там давят стены, может быть, да, или может быть надоел, там и компьютер такой же бывает, или поток большой информации. Продышись, выполни какую-то гимнастику, вот дыхание. Если, например, у нас с вами стихия земли и стихия воды. Опять-таки, опять-таки, есть вот, знаете, есть понятие, чакровое такое дыхание. Либо движение. Обязательно нужны с вами движения. Если вы чувствуете, что, допустим, нет корней, то, значит, вы не заземлены. Вот смотрите, Диана, нет корня у растения. Он обрезанный. Кто-то его может представить, что он вообще где-то болтается в космосе. То есть, у него нет заземления. У него нет основы. Он не стоит. И тогда для меня это тест. Где это мой цветок болтает? Почему у меня нет опоры? Ну вот у Ирины вот цветок без корня, срезанная ромашка. Срезанная ромашка, да. Вот здесь вот в этом случае нужно заземление. А что такое заземление? Это когда у меня есть опора. Это когда у меня есть такое фундаментальное состояние. И почему у нее... Это тоже тест. И она тоже может выполнить динамическую такую медитацию. И пообщаться. Это значит, что она не чувствует опоры в своей жизни, да? На каком-то уровне, да. Она может это не осознавать. Но ей нет опоры. И знаете, когда... Ну, даже у йогов есть, или у вегетарианцев, когда они, допустим... Есть же люди, которые там едят мясо, есть не едят. И когда они сильно становятся такими воздушными стихиями, им тогда говорят, съешь что-нибудь, чтобы ты мог заземлиться. Потому что нужна основа. Человек должен стоять крепко, ногами... Да, рекомендуется некоторые даже продукты кушать, чтобы заземляться. Да. Им конкретно говорят, заземлись. Все. И это о чем? И это о том, что в человеке стало много воздуха, много огня, но нет земли. А мы все-таки говорим... Видите, у нас какой вот слайд? У нас все-таки гармония. И вот в центре, в нашем энергоресурсе, в нашем центре должна быть абсолютная энергия. Абсолютная гармония всех четырех стихий. Это, наверное... Прошу прощения, Эльмира. А это, наверное, еще и какие-то вкусовые пристрастия, да? Вот некоторые любят острое такое, да? Наверное, огня не хватает, прокачки какой-то не хватает. Это я вот хочу порекомендовать, между прочим, о Аюверде. Если набрать, прям Аюверде, четыре стихии, они там прям конкретно дадут, по какому типу человека. Там же есть... Человек бывает такой, он полный. То есть в нем может быть много быть влаги, а может быть и много жира. То есть прямо по типу тела можно определить, какая пища нужна, чего нужно, чего отнять и что нужно добавить. А вот Наталья пишет, что у нее только один корень. Что это может быть? Как это интерпретируется? А нет стебля, да? Ну, наверное, да. Вот пишет, есть ли один корень. Есть ли один корень? Вот нет ощущения тела. Себя, наверное, да? Себя. Да, ощущения себя. То есть она очень... Это духовность. Она сильно... Стебель есть и все. Стебель есть. А, стебель есть. Стебель есть. Здесь очень важно, помните, мы говорили, у нас был второй шаг, что мы его представили, да? А второй шаг все-таки отождествиться с частями этого цветка. И третий этап, задать себе вопрос. Комфортно ли тебе в таком цветке? И четвертое, предлагаем мы вот эту вот медитацию, динамическую плану. Все есть, говорит, и листья, и цветок есть. Все есть. Может быть, в результате медитации появилось, да? Такое возможно. Поэтому, ну, поэтому это на таких тонких планах очень сильно работает. И вы знаете, потом после этих медитаций, после работы с собой, и потом четыре стихии, это же огромная мощь. Если вы слышали, где-то на школе у Салтаната, она говорит, ребята, я использую силу всех стихий. Если это вода, то я, говорит, питаюсь водой. Если я где-то на земле, то я заземляюсь. И я понимаю, о чем она. Я прям услышала между строк, что в них, ну, вот в таких людях, и вообще в людях должна быть вот эта вот гармония. И тогда, конечно, и гармоничное взаимоотношение в семье, да? И мы с легкостью строим бизнес, с любовью и благодарностью. Как японцы говорят, с любовью и в сердце. Ну, вот такое у меня было. Скажи, пожалуйста, Эльмир, а могла бы ты посоветовать сегодняшним вот слушателям, каким образом сделать вот медитацию для гармонизации? Может, есть техника какая-то, которую ты используешь и смогла бы поделиться с другими? Медитация сакуры. Что это? Это прямо в Ютубе можно набрать. Медитация сакуры. Их очень много, медитаций. И прямо представить и поработать. Там, знаете, обязательно будет задействована и корневая система, и как вы из земли. Вот видите, холодную энергию из земли. Нужно поднять себя и перемешать с горячей энергией солнца и света. И чтобы все питательные соки напоили все твое дерево жизни. Ну, помните фильм, который был про аватара? Там же самый основной посыл был, да, дерево жизни. Помните? И вот ваше дерево жизни, оно должно быть гармоничным. То есть вот это медитация, Диан. Это медитация, это дыхание и это питание. А как вот сделать тем, которые вот Валентина пишет, что она не может никак сделать медитации, никак не может сосредоточиться? Что бы могла посоветовать? Найти все-таки свою медитацию. Нужно поискать, нужно с этим поразбираться, потому что, ну, есть, видимо, какая-то часть ее тела и ее мозга, которые, ну, саботируют, я бы так сказала. Да, саботаж организма идет. Это конкретно саботаж. Очень мощный. Но я хочу сказать, ребят, если она вот этот саботаж, там стоит огромная энергия. Но надо договариваться с собой. Да. С вот тем рептилоидным мозгом, да, который саботирует эти все ее движения и действия. А может быть и нерептилоидный мозг там саботирует. Понимаете как? Может быть, какая-то часть ее я, но я хочу сказать, что там мощная энергия стоит за этим саботажем. И если она вот через какие-то вот не медитации, а представления. Вот поэтому я говорю, что вот эти упражнения, они, конечно, не для всех. Но если попробовать начать это делать, это очень сильно будет развивать в нас умение медицировать и вот это воображение. И что мы можем научиться себе разрешать. Вот смотрите, здесь такая большая цепочка очень сильная. Если я научусь медитировать, я научусь визуализировать, я буду уметь воображать, и тогда я разрешу в свою жизнь большую мечту. Я о ней, может быть, вспомню. И это вот прям очень сильно все взаимосвязано. Ну, Ильмира, скажите, вот, пожалуйста, вы уже давно занимаетесь медитациями, то есть вот в этой философии восточной? Я, вы знаете, Диана, я 18 лет, первое мое образование – это туризм, представляете? И 32 года я закончила туризм, и у меня красный диплом. И вы знаете, я забыла о своей мечте. То есть моя мечта – это был туризм, представляете? Дарить людям мечту путешествия. И с течением жизни случилось так, что я забыла о своей мечте, и только через 32 года к ней вернулась. То есть от туризма я ушла в финансисты, 25 лет я отработала финансистом, и в 43 года, мне сейчас 50, в 43 года я поняла, что я эмоционально выгорела, и мне прям что-то очень кардинально нужно изменить в своей жизни. И буквально полтора года назад в мою жизнь пришел инкрузис, пришли путешествия. И медитация, ну, наверное, с 43 – это вот 7 лет. Вот так осознанно, понимаете, как мы как-то этим занимаемся. Но для меня сейчас это очень осознанно, и я преподаваю в Народной Академии Интегральной Медицины. Китайские методики, они интегральные, то есть это вот объединенные с современными методиками, и те методики, которые хранят секреты многих тысяч лет. Поэтому, вы знаете, вот ваше предложение для меня, Диана, оно тоже мощнейший ловчок. Я в сторону стихии не двигалась. Я двигалась со стороны, ну, со стороны как бы меридианов, а здесь я сдвинулась. И для меня вот сейчас кризис – это большой плюс. То есть я пошла сейчас в эту сторону. Вот. И буду нести это в команде. И как… Не могу сказать. Вот понимаете, как мне не нужно, чтобы у меня это уходило сильно в медитации. То есть вот здесь тоже опять нужна гармония. Либо не быть очень духовно развитой. Заземляться надо. Да, и чтобы меня перестали… Не надо только там где-то парить, да? Конечно. Не отрываемся от земли. Да, да, да. Поэтому я соземленный товарищ. Поэтому меня все материально очень сильно интересует. Илона, прошу, Блильмира, я читаю просто уже за цветок за этот Ирины. Вот она вот говорит, что очень странно, что мой цветок просто совершенен. Я орхидея с огромными корнями, с хорошим крепким стеблем, листьев, как у индийской богини руки, и цветок плотный, крепкий, замечательно насыщенный. Но ведь в жизни абсолютно не так. Ну, мне кажется, это уже… Надо договариваться с самой собой, наверное, да? Потому что представление – это ваша как интуиция, наверное, да, в медитации. Вы знаете, это ее цветок, это ее ресурс, это ее душа, и это ее тело. Это вот, кстати, вот это тот случай, когда рептилоидный мозг говорит, не-не-не, это не ты. Вот в ее случае это об этом. А ресурсы у нее мощнейшие. Конечно. И потом, ну, бывает такая вторичная выгода, когда я не хочу с этим соглашаться, и мне выгодно потом сидеть на диване или там, как сегодня Рита говорит, рассказать историю неуспеха. Почему мне вот у меня сейчас так не идет? А на самом деле, ребят, это тест, который… Он выведет нас всех на чистую воду, я вам честно говорю. Он не даст обмануть. Вот, поэтому, когда мы делаем этот тест, ну, как бы, знайте, что он выведет вас на чистую воду. Да, и вот еще Валя Петрачук пишет, что спасибо большое, я действительно не могу даже сосредоточиться на мечте, мне подойдет медитация сакуры. Отлично. Отлично. Главное найти, главное найти хотя бы свой… Сейчас без медитации очень сложно вообще гармонизироваться, потому что я не знаю даже, как это можно сделать, если не медитировать. Девчонки, надо найти медитацию просто, вот просто ее надо найти. Вот кликнула в YouTube, ой, не то, ну и не то, давай следующую. И я очень долго ищу для себя медитации, кстати. И потом от тела я как телесно ориентированный терапевт, но вот в 43 года я кардинально изменила свою жизнь, я ушла в психологию, закончила одновременно три института, вот, по психологии, психотерапии, сегодня я такой, ну, практикующий эзотерий. Вот. И, кстати, у нас очень-очень гармонично, так динамично развивается наша команда. Мы все это там вот практикуем. Да. Да. Надо и о бизнесе говорить. Вы знаете, мы не сможем подняться выше, если мы только где-то в одной, в одной стихии, ну, не в стихии будем говорить, а в одном направлении будем развиваться. Вот бизнес, 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 такое не может быть. Изначально это духовность должна быть, потом семья должна быть, отношения должны, быть гармонизирующие. Потом на третьем месте бизнес, и тогда будет все только, ну, как бы уравновешено, и будет все гармонично идти. Так не бывает, что в бизнесе круто там, да, и везде круто будет. Вот. Надо все гармонизировать. Может, нужно остановиться, может, немножко здоровьем заняться, может, отношениями, чтобы не растерять в семье, там, да, какие-то свои там отношения уже. Поэтому тут нужно очень четко следить и всегда вот гармонизировать, знаете, как на весах, туда положил там, какую-то кульку, да, на второе положил. Вот. И все время нужно гармонизировать. Куда вот направленный наш фокус, наши мысли, вот туда идет наша энергия, вот там и появляются какие-то результаты. Ну, кстати, да, и помните колесо жизни? Да. Когда вы заполняете колесо жизни, и посмотри, куда ты на этом колесе доедешь? Просто по баллам посмотри. И вот я предлагаю себя время от времени тестировать. То есть поймать за хвостом. Смотри, где у тебя какая сфера, или какую стихию, или какую сферу тебе надо подтянуть, или наоборот, что называется, отнять. Ну, приуменьшить. Вот. Валя говорит, что даже не верится, что люди это представляют. Я, наверное, в чем-то недоразвита. Нет, Валя. Это просто опыт, это тренировка определенная. Ну, хотя, опять-таки, есть такие нетяжелые, такие легкие медитации, с которых нужно начинать. Возьмите, просто зайдите в YouTube, найдите себе, что вам нравится. Я начинала из Хака Пентусевича. Вот он легкие, дает такие медитации. А потом уже выбираете, что вам больше нравится. Валентина, а можно я скажу, вот дам обратную связь. Смотрите, медитацией может стать любая классная музыка, которая нравится вам. Вот вы включили, вы чувствуете, что у вас тело отозвалось. Она может быть ритмичной, она может быть спокойной. И вы входите в медитативное состояние. То есть, когда вам хорошо. Понимаете, это не обязательно, садишься в позу йоги, лотоса, да. И это не об этом. Медитация может быть... Диана, вы согласны со мной? Да, да, да. Медитативное состояние, оно может быть любое. Даже, я не знаю, вы просто прочли свою какую-то молитву отче наш, или Богородица, или там Мейсуры из Намаза. И это уже медитативное состояние. Валентин, вы в медитативном состоянии бываете, я хочу вам сказать, и очень часто. Когда, Эльмира? Она бывает, я же говорю, когда слушает музыку. А, ну вот тогда, да? Когда она о чем-то красиво говорит, когда она бывает на кухне, она находится в медитативном состоянии. Она просто это не осознает. А это надо признать в себе. Людмила вот спрашивает, где можно узнать расшифровку о своем цветке, если вот он разноцветный, ну, как это можно понимать, что это означает? Ребят, есть целая наука, натура, философия. Это вот прям целая наука, натура, философия. И можно вот там очень много ответов получить. Айуверды. Ну, это где-то есть такое, чтобы можно было вот прочесть, вот как ты себе представляешь, и что это означает? Вот лепесточки твои, стебелек, там корень. Это где-то можно посмотреть? Мы вот сейчас вот эту технику, мы ее сделали собранную. Она собирательная. Она собирательная. Это такие авторские техники, они, ну, классно у нас сработали, поэтому мы это используем. А вообще в натура философии и то, как стихи изучались, и что такое естество, знание, природа. Но это, знаете, прям, Диана, это очень сильно утащит, это прям, ну, сильно много времени этому нужно уделить. Я вам честно скажу, это прям отвлечет от всего материального. Вот это вот. Да, вот Валя говорит спасибо. Я, наверное, просто над этим не работала. Еще раз спасибо. Я просто, наверное, в это не верила. А это не вера, Валя. Верить или не верить. На самом деле, все есть. Да, это просто нужно делать, и все. Вы просто увидите, что оно работает, и действительно от этого становится спокойнее, гармоничнее человек становится. Поэтому это не вера. В это не надо верить или не верить. Это либо делать, либо не делать. Вот и все. А тело, оно очень быстро отзывается, и тело хочет с нами помочь. И вот через вот эти тесты тело с нами общается. И душа тоже, в том числе. Да, ну вот видите, если кто-то сегодня вот после Эльмиры что-то попробует для себя новое, это будет уже хорошо, потому что мы так вот, такой темп всегда у нас в жизни, вот видите, нас сейчас вот остановило это, мы сидим сейчас и познаем новые, что-то новое для себя открываем. Вот может, Валя, откройте для себя, может, какие-то те же вот медитации, да, что-то вот увидите для себя, и когда времени нету, вообще не до этого, боже, какие медитации, о чем они вообще говорят. Я знаю себя, я точно так же. Но вы знаете, приходит определенное когда время, когда нужно гармонизироваться, иначе просто, ну, энергии либо не будет, либо она будет больно бить, вот, то надо будет тогда вот гармонизироваться. И вы будете потом искать, как это будет происходить. А у вас это сегодня, вы вот как раз узнали, что это есть такое, что это нужно делать. Я считаю, что это обязательно нужно делать каждому. Вот, и вы видите, сегодня для вас будет, с сегодняшнего дня начнется новая работа над собой. А вы знаете, о чем, Адяна, я подумала? А вот Майкл Хаджсон, вот нашу современную жизнь, он что делает? Он говорит, и он пришел с этой идеей, идея путешествий, чтобы мы вырывались из современной жизни, отвлекались, да, отключали телефоны и ехали наш круизный отдых, потому что там же конкретно идет перезагрузка. Конечно, да. У меня приезжали люди-эзотерики, и они говорили, Эльмира, там очень сильно меняется, повышается уровень вибраций именно на корабле. И я тогда, ну, как бы, что называется, докопалась, да, я прямо неинтересно. Я говорю, скажи прямо сейчас, что ты имела в виду? Это такой эзотерик, у нее есть диплом от Академии Российских Наук. Она говорит, ты понимаешь, там такой мощный поток любви и радости. Вот на корабле все в радости, все в любви, все в благодарности. И там, хочешь, не хочешь, говорит, воля-неволя, твоя вибрация повышается. И ты тоже начинаешь перезагружаться и быть благодарной вселенной, благодарной за эту вкусную еду, за красивую постель, мавку. И вот такая перезагрузка, и Майкл Хаттсон, он прямо, знаете, он знал, что предложить миру. Вот что. Ну, он же изначально, тогда у него миссия, цель какая была? Создать что-то такое. Ну, он, ну, вы помните, наверное, его историю, как он попал в аварию, и он не мог двигаться там больше года, его там через зонт вообще кормили. И он лежал, это очень долго, в реанимационной такой палате. И говорит, было у меня время об этом подумать. И вот он думал, он хотел отдавать. Вот понимаете, у него столько, наверное, вот любви у него есть, что он хочет этим поделиться с миром. И вот он думал, как сделать это человечество счастливым. Вот как можно сделать счастливым всех нас, да, у каждого там свое представление о счастье, и как можно всех сделать счастливым. И вот он как раз придумал эту компанию именно для того, чтобы мы хотя бы частично, вот когда мы в круизах, чтобы мы чувствовали себя счастливыми. Вот эта загрузка, это, кстати, очень круто, что даже человек, когда выезжает он в круизы, он возвращается другим уже человеком. Решаются многие какие-то вопросы сами по себе, непонятно, почему они решаются. Снимаются какие-то вот, вот эти, знаете, меняются эти нейронные связи, в которых мы крутимся, крутимся каждый день, одно и то же, одно и то же. Они уже настолько крепкие у нас, что мы уже сами не отдаем себе в этом отчет. А когда мы выезжаем, все меняется в нашей голове. И вот это, ну, это нужно делать, говорят, поменяйте обстановку, вот это вот оно и есть. Но если вы еще попадаете в круиз, то там это позитив, это вот радость, это вот такое блаженство, где вы находитесь, да, то есть вкусная еда, развлечения, какие хотите, вы идете на те, которые выехали, экскурсии, отдых, просто релакс смотреть там, допустим, на ту же воду, да, море, или выйти куда-то в город. И это как раз вот и есть то, что делает человека счастливыми. И вот видите, у Майкла это получилось. Многие люди сейчас поехали, ну, те, которые были уже в круизах, те, они действительно получили огромную такую дозу счастья и любви. Поэтому почему Майклу все настолько и благодарны. Уже охота в круизах. Уже все соскучились за круизами, да? Вы представляете, когда этот карантин, ну, блин, долбанный, когда он закрылся. Представляете, как, говорит, мы все как пробка вылетим в эти круизы. Я прям не согласна. Все уже, знаете, все такие, вроде бы, когда ездили, и вот это, кстати, не ценилось тогда. Кстати, да. Да, а сейчас? А что, все в круиз едут, и я ездила, и не один раз, и второй, и пятый, и десятый. И тут, вы понимаете, вот недельку посидели даже в квартире, в комнате, и уже думаем, ой, а как там хорошо было, а как там? И вот тогда понимаешь, во что ты вкладываешь, знаете, вот что сейчас есть силы, и время, и возможности путешествовать, вот, ну, оно ж не будет, это вечно, да? А люди, многие от этого отказываются. И вот тогда, только вот когда этого, раз у тебя забрали, вот, да, сейчас, нет, ты понимаешь, чего ты лишаешься. Поэтому, да, вот тогда можно только оценить вот эту возможность, почему нужно путешествовать. Потому что эти эмоции не забываются, друзья. Я не уверена, что те, кто был дома, который нигде не был, никуда не ездил, и они сейчас вот вспоминают, где они там могли, где они получали там какую-то эмоцию свои позитивные. А вот у нас это уже есть, вот, понимаете, то есть вот, поэтому надо это ценить, и это надо использовать. Хорошо, что у нас не турагентство, что вот мы пришли, купили и поехали или не поехали. У нас ничего страшного, мы все равно накапливаем себе на наши будущие круизы, которые потом еще дешевле будут. То, что нам говорят, то, что нам обещают, это то, что будут еще они дешевле, будет предложение сделано еще как бы привлекательнее круизными линиями компании, ну, естественно, нашей компании, она транслирует те цены, и мы сможем потом путешествовать на эти деньги по несколько раз. То, что уж точно все будем мы делать, потому что все засидимся и захотим обязательно поехать. Я думаю, что откроются границы, но вот такой сейчас период, и вы знаете, я как говорю, что в любой медали есть две стороны. Одна сторона – это то, что кризис, это то, что болезни, это переживания за здоровье, за все, вот, а с другой стороны – это вот эта вот возможность, вот знаете, вот даже то, что вот Валя пишет, что, возможно, вот сегодняшний вебинар что-то вот вошло, и это здорово, и это не много так людей открывают для себя сейчас что-то новое. Если вы там профессионал в своем деле, пройдите курсы какие-то, или наработайте, вот сейчас у нас некоторые, я на этот вебинар успеваю, но тут не успеваю, потому что я буду на английском, у меня курсы английского, ведь сейчас есть все эти возможности, что мы можем постигать столько различных знаний, можем получать, да, и через скайп, и через вайбер, и через наши комнаты, и через все, поэтому надо просто его использовать, это чтобы выйти из кризиса уже наполненным совершенно уже другим человеком. есть, а те люди, которые сейчас переживают, что у них сейчас нет, ну, как бы, денег, говорят, что вы мне, вот не учите меня жить, а помогите материально, да, мне сейчас не за что вот жить. Ну, во-первых, вот, то еще, может, оно не совсем по теме, но тем не менее, я вам скажу, что я проходил, вот, для сложных, сложный этот кризис будет для тех людей, которые первый раз это проживают. Вот для них, они не знают, что, ну, что нужно было позаботиться чуть раньше об этом, чтобы было хотя бы, вот знаете, это и наша финансовая безграмотность, то, что мы не понимаем. Вот я проходила уже тот, и еле вырулила с помощью этого инкрузиса. Ну, кто слушал вот мою историю, да, то это были вот те времена, когда лето красное пропело, оглянуться не успело, да, вот это вот из этой оперы было, мы тоже хорошо зарабатывали, мы хорошо там, как бы, жили, все, но мы не думали о том, что может наступить что-то, вот, ну, плохое. Там вот грянул кризис тогда, а у нас в кредите эта квартира, которая в доллар, в доллар, а увеличился в несколько раз, и мы остались просто с долгами, которые нужно платить же было за квартиру, да, и без средств к существованию, то есть компании не было, и что нужно было делать, вот сейчас многие люди так же остались, но я настолько это тогда через себя пропустила, это настолько было показательно, что я теперь ничего не беру в кредит, я даже когда вижу какие-то баннеры с рекламой кредитов каких-то, да, у меня на физическом уровне меня тошнит просто, вот понимаете, то есть у меня вот такое отторжение к этому все идет, и поэтому нужно думать, вот знаете, про запас какие-то все равно денежки откладывать, чтобы можно было на них прожить, вот говорят там хотя бы полгода, при том раскладе, который у вас сейчас идет, да, но есть там пять тысяч, ну, гривен, я примерно говорю, не важно каких там единиц, да, вот, значит, вот должно оно лежать, чтобы что-то еще там было, и тогда это и психологически спокойнее, и увереннее себя человек чувствует, и имеет время перенастроиться, потому что вот сейчас многие стоят, а что, если уже нету того места работы, куда, где он зарабатывал, его может уже в принципе не быть, потому что сейчас он все будет автоматизироваться, сейчас доставка продуктов будет идти у нас через дроны уже скоро, понимаете, то есть совершенно будут новые специальности уже развиваться, а мы, ну, как бы сидим и держимся за старое, если закрывается одна дверь, а открывается другая, просто повернитесь, посмотрите по сторонам, и вперед в ту дверь, потому что уже та закрылась, поэтому нечего туда ломиться, стучаться, и ногами бить в нее, ее уже все, она закрылась, как говорится, пройдите, пожалуйста, дальше, в следующую дверь, вот сейчас это то, что происходит со многими из нас. Да, Эльмирочка, извини, перебила, не, вовлекли в свой процесс, да, ну, у меня, да, у меня просто сейчас я могу этим поделиться, что если вот кризис, надо думать это сегодня, сейчас, чтобы не оказаться опять лицом к лицу с вот такими сложностями. Да, подушку безопасности никто не отменял, и она, конечно, должна быть, и у нас, с нашим маркетингом, потрясающая возможность создать эту себе подушку безопасностью, мы с помощью инкрузис львиную долю ипотечной квартиры заплатили, нас это очень сильно мотивирует, и это тоже результат, прям, он прям мотивирующий такой, да, поэтому выйдем, зашли в кризис, в одном состоянии будем выходить абсолютно в другом. Да, совершенно верно, и вы знаете, сейчас вот я думала, что ну все перестанут все там платить люди, потому что все в стрессе, да, немножко тормознулись первое время, но сейчас вот я просто смотрю, люди и долги гасят там, вот у кого-то два месяца была задолженность, тоже гасят, три месяца была у кого-то задолженность, тоже гасят, то есть люди проплачивают, потому что они надеются жить дальше счастливо, долго и счастливо, как говорится, да, вот, но вот единственное, что у нас сейчас, это новичков меньше, потому что все сели по домам, все сейчас в такой состоянии, а что дальше будет, вот, и, но уже сейчас, я смотрю, уже начали, пошли регистрации, по пять человек уже в день, ну, если у меня тогда это было 25 человек в день, там, 30 человек, ну, то есть где-то 800-900 новичков в месяц было, то сейчас это идет вот где-то там по пять, по семь человек, человек вот так вот, немного еще, но это, друзья, потому что сейчас мы переходим в интернет, многие осваивают вот этот новый сейчас инструмент для того, чтобы привлекать новых своих потенциальных уже клиентов, круизеров там, и очень радуют те вот моменты, когда пишут, что в этом сегодня у нас зарегистрировался, там, присоединился к нам человек, я думаю, боже, какие позитивные люди, да, ну, вот согласитесь, они даже в этот период, они думают, что оно все это закончится, и так надо думать, и ни в коем случае не надо о другом ничего думать, потому что мы своим менталом можем что угодно привлечь, вот, поэтому думают, они думают, что все будет хорошо, но вынуждены сейчас вот карантин посидят, а потом будут путешествовать, и пока они сейчас присоединяются, они уже на осень могут потом уже бронировать себе новые круизы, поэтому если у вас кто-то есть там думающий, то помогите им подумать так, чтобы они сейчас заходили, и потом уже осень, на осень, у нас же за три месяца заказ, на осень они уже смогут себе бронировать какой-то новый круиз, и, кстати, цены там потрясающие, по 300 долларов 11-дневный, круизы есть там через Дубай, там вот через Арабские Эмираты, там вот, поэтому, это на какой-то осень, осень, зима, да? Да, на ноябрь, ноябре, это мне вот сказали, да, очень хорошие цены, а будут еще лучше, еще будут лучше, понимаете, потому что круизные, почему будут еще лучше, я вам скажу так, значит, нашу круизную индустрию это поддержит, так как у нас компания, КЛИА, это американская компания, Майкл заключал договора с американскими, круизными линиями американскими, американские, то есть вот эта круизная индустрия, она очень большие платит налоги в Америке, и, соответственно, в них очень заинтересовано американское правительство, то есть они большие налогоплательщики, и, соответственно, если вдруг какие-то будут, ну, когда работает индустрия, они платят большие налоги, но если она вдруг там каким-то сейчас не может платить эти налоги, то правительство ее финансирует, понимаете, чтобы они существовали, да, чтобы они, ну, там же и обслуживание, и персонал там, и все, и все, поэтому мы поддерживаем, то есть как клуб наш, он поддерживает эту круизную индустрию, мы не просто там какая-то сетевая компания, мы компания, которая поддерживает круизную индустрию, и мы часть круизной индустрии, а правительство Америки заинтересовано в круизах, соответственно, если даже будут какие-то финансовые проблемы, долго простоят эти лайнеры, ну, то есть будет месяц, два, не знаю, три, сколько там будет это все продолжаться, то финансы в любом случае будут даваться из правительства Америки, ну, такое, иметь такую работу, иметь такое место работы, это, знаете, это нынешнее время, это мечта, при том, что у нас еще есть те все инструменты, с которыми мы можем сейчас работать, вот смотрите, мы здесь собрались, вот как мы говорим, интернет-кафе у нас, да, какие-то темы обсудили, поговорили, может у кого-то какие-то вопросы там, да, мы можем, вот через наши, вот эти Power Tools, мы можем общаться со своими командами, обучения, школы, презентации проводить, поддержку какую-то, вот сейчас мы просто вот с вами вот общаемся на такую тему, которая не касается она бизнеса, но касается нас, как людей, как индивидуумов, как личностей, да, вот, и точно так же мы можем проводить эти прямые эфиры, выходить в интернет для того, чтобы говорить о нашем клубе, и привлекать к нам уже новых членов нашего клуба, то есть у нас сейчас два направления, первое, это вот через Power Tools мы проводим встречи со своей командой на любые темы, кому что нравится, по интересам, вот, вы знаете, мы так познакомились со многими, поближе узнали, как оказалось, это совершенно, ну, очень интересные люди, с которыми приятно общаться, вот даже вот в попыхах мы даже не останавливались, да, и не задумывались об этом, а сейчас такие раскрываются у них способности, то есть мы это все видим, каждый какой-то вот делает вклад для того, чтобы помочь всем сейчас, все, вот кто переполнен, у кого что-то есть, какие-то знания, какие-то эмоции, все идут в поддержку сейчас, это очень круто, и такой мощный у нас эгрегор сейчас вот в Инкрузусе, и это настолько все вместе, настолько все сильные, понимаете, настолько все друг друга поддерживают, что, ну, просто я поражаюсь, насколько люди вот раскрылись и продемонстрировали свои вот такие вот лучшие качества, вот, поэтому у нас есть все инструменты, пожалуйста, проводите со своими командами в Скайпе, у кого, если нет вдруг Power Tools, да, проводите со своими командами, просто спросите, как ваши дела, друзья, что вы там, как вы там, расскажите, что вы, вот вы были на этом семинаре, кто-то не был, да, ну, на школе Эльмиры, к примеру, расскажите, что есть такое, я вот слушала сегодня такое, рекомендую, ну, кому это подошло, да, вы можете порекомендовать своим командам таким образом, и выходите в прямой эфир через Инстаграм, через Фейсбук, я вот выходила, 700 человек было на прямом эфире, понимаете, поэтому люди слушают, ну, конечно, там очень много наших было, которые вышли ко мне как в поддержку, но все остальные были те люди, ну, как бы, ну, где-то больше половины, человек 400, наверное, это были люди, которые интересуются, что же у нас за компания, за бизнес будущего, оно у нас уже заточено на будущее, понимаете, нам ничего не надо придумывать, перестраиваться, нам только молиться и трудиться, знаете, и все, больше нам ничего не нужно, все у нас есть, все инструменты, берите, выходите через Power Tools, через прямые эфиры, работайте в интернете сейчас, даже со своими знакомыми вы можете таким образом, вот не было времени там встретиться, неудобно было по телефону, сейчас очень даже удобно, потому что и встречаться-то нельзя, позвоните, как дела твои, что ты, как ты, кто-то может работу потерял, кто-то заработок потерял, кто-то еще в чем-то был не уверен, вот сейчас как раз и та возможность, которую мы можем сейчас им и помочь, и протянуть руку помощи, потому что для многих, это как вот и для меня, и для многих людей, которые здесь что-то состоялись как-то, да, начали зарабатывать здесь, то это просто палочка-выручалочка, вот вы просто поймите, что вы даете ценность человеку, что это он потом, как захочет, так и пусть распоряжается, захочет, использует, не захочет, не использует, это его право уже, но мы должны этим поделиться, и знаете, многие люди будут вам благодарны, особенно в это время, особенно сейчас, когда вот такая ситуация в мире, поэтому давайте не лениться, давайте идти к людям, говорить, я знаю, что это для многих, какой-то, как говорят, затык такой, потому что, ну что я буду приставать к людям, не надо приставать, просто спросите, интересно ему это или неинтересно, создайте какие-то теплые отношения, познакомьтесь с кем-то поближе, вступите в какие-то группы там есть, которые в интернете, ну они по путешествиям могут быть, там или наши где-то там во Франции, там или в Португалии, или в Америке, или еще где-то, туда можете зайти, с кем-то там поконнектить, ну то есть у нас сейчас много чего того, что мы можем это делать, поэтому сейчас уже не плакаться, что ой, что теперь, надо быстро грести лапками, как я говорю, как Майкл привел нам замечательное такое выражение, он сказал, что мы сейчас как вот на велосипеде едем, если остановимся, упадем, поэтому что нужно делать, да еще в горку едем, это только скорее этими педалями просто крутить и ехать, потому что другого варианта у нас просто нет, вот, поэтому, ну как бы месседж понятен, нам еще с вами крупно повезло, что у нас есть инкрузус, который финансово устойчивый, который, вот, я так думаю, что завтра Оля сделает, Оля Артниченко сделает еще вебинар от бордов, еще расскажем тоже интересные факты о компании, вы тоже будете так же, наверное, удивлены, как и мы, потому что были приятно удивлены, что компания растет, развивается, в финансовом отношении все стабильно, команда крепкая, ну, в общем, в общем, слава богу, что все у нас хорошо, вот, поэтому спасибо большое Эльмира, я немножко дополнила тебя, да, вот, но самое главное, друзья, чтобы мы были в гармонии с самим собой, и вот тот тест, который дала Эльмира, вот проверяйте себя, где вы сейчас находитесь, на каком этапе, да, вот, как вы видите, как оно вам представляется, оно так вот и есть, а дальше уже начинайте работать с этим, да, и вам спасибо всем большое, Эльмира, у тебя есть что-то дополнить? Нет, хотела поблагодарить за то, что доверили, что дали провести этот вебинар, дали возможность мне в очередной раз такой стрейч пройти, вырасти, быть интересной, и, кстати, хочу, знаете, что добавить, когда, ребят, сейчас же огромное количество информации, которая в нас входит, но, что еще хочу сказать, что, обратите внимание, если хотите, чтобы ваша поджелудочная железа хорошо работала, всю информацию, которую вы получаете, ее нужно отдавать, Эльмира, иначе это приведет к напряженной поджелудочной, поэтому, друзья, нужно делиться с миром, я вот сейчас об этом, да, вот видите, сколько полезных советов, спасибо большое, Эльмира, было очень приятно, мы будем приглашать вас еще, месяц у нас, месяц у нас есть еще сидеть, будем, я думаю, что такие темы тоже многим людям будут интересны, и духовные, и эзотерические, то есть нам нужно познавать все, кому больше что понравится, то тот, собственно, и возьмет для себя, спасибо большое, я запись делала, поэтому, если кому-то будет интересно, я это выложу, вот, все закончилось,